И снова всем привет на канале Олег Нестеров. Привет! Я рад всех приветствовать! Сегодня мы поговорим о средствах защиты и какой компрессор все-таки выбрать для начала. И немножко поговорим о дальнейших планах канала. Есть небольшая там поправочка. Ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Но это не анекдот, это скорее всего ситуация жизни. 6 часов утра. Проснулся, выключил будильник, поставил чайник. В 9 часов утра. Проснулся, выключил газ, выкинул чайник. Такой людок. Ну, как я и сказал, сегодня мы поговорим о средствах защиты. И начал я немножко неправильно свои уроки, потому что, в принципе, если начинать от начала и до конца, да, сначала надо думать не о оборудовании, а сначала нужно думать о средствах защиты. Так как работа наша не только опасная, опасная в сфере физических каких-то, да, у вечей, но и для здоровья тоже очень неблагоприятен наш труд. Поэтому и требуется средствах защиты, чтобы немножко снизить все это дело. Обстановка у нас сегодня рабочая. Сотех там что-то пили, да, вчера молотком стесался, не пили. И поговорим мы о средствах защиты в первую очередь. Как бы Александр Лябов меня поправил в комментах, говорит, дядя Олежа, что же мне рассказали про средства защиты, ведь это самое важное, да. Согласен. Ну, что относится к средствам защиты в гараже у нас? Это, конечно же, очки при работе с болгаркой. Сварочная маска, да, но ее уже не буду доставать. Распираторы. То есть, распираторы для покраски. Я бы советовал для покраски взять триемовский. В нем очень легко дышится. Как бы, да, вот эти штучки дорогие в нем, да, но сюда можно одеть. Обычную влажную салфетку натянул. У каждого в машине они есть. Даже у клиентов, у половины есть. Если у вас нету, у клиента взял и поставил. На копейки стоит. И поменял предфильтр. Он из угольного фильтра очень хорошо держит. Очень хорошо лежит на морде лица. То есть, ну, у меня два. Вам понадобится один такой и один какой-нибудь попроще. Типа хрюши. Все видели защитного, да? И вот тот, который типа хрюши, у вас будет для работы по шпаклевке. Если вы будете тереть на сухую, мы пройдем и на сухую, и на мокрую терке, да? Но если вы терете на сухую, вокруг очень много пули. Поэтому хрюша вас спасет. Еще раз говорю хрюши. Будем называть их это. Вот такой вот респиратор попростой. Конечно, для того, чтобы, особенно если вы начинающий, для работы с химикатами, всякими красками, да, растворителями, вам нужны будут вот такие перчатки. Можно купить набор. Это мне путь гон от Жени. Вот так вот. Причатки очень удобные, их тут очень много в коробке. И что еще вам нужно? Еще, конечно, ну костюм, я не знаю, но он к средствам защиты не относится, модерный, да? Больше того, чтобы машина сильно не пулилась, и на кожу вам тоже не попадало. Хотя тоже можно его отнести к средствам защиты. И еще, если вы работаете вот в таком маленьком помещении, вот мы даже находимся в другом помещении, да, и слышно, как человек работает болгаркой. Это напрягает. А когда вы весь день пилите и работаете болгаркой, конечно же, вам нужны будут либо беруши, в ушки втыкаются, да? Либо вам нужны будут наушники. Наушники стоят около два угла, надел, и все нормально. Потому что перепонки тоже устают, потихоньку у вас будет снижаться слух. Это кажется, что вроде бы там ничего, а на самом деле это влияет. Кожухи, чтобы у вас были целые на болгарке, да? Не смотрите, что я иногда без кожуха стригу. У меня уже как бы очень большой опыт, и как бы я знаю, куда направить диск, даже если он разлетится, то есть у меня он не попадет. Но это все равно не шутки, не факт, что не отлетит, не факт, что не может попасть. То есть надо защищать себя по мере возможностей, тем более, когда не на опыте. То есть у меня вот, ну у любого, кто на опыте, у него дернет болгарку, он сразу поймет, что нельзя давить, надо убрать в сторону. А когда вы новичок, вы можете этого не понять, и намотает вам еще что-нибудь. Многие, я заметил, вот в роликах, работают в перчатках болгарка. Это категорически нельзя делать, потому что может зацепить болгарочкой или любые крутящиеся. Если вы работаете с крутящимися механизмами, не одевайте никогда перчатки, потому что перчатку может намотать, и это будет плачевно. Смотрите всегда, когда с крутящимися работаете, чтобы у вас не клясть, как не торчало, не подол не торчало, потому что все это может намотать. Ну и как на любой работе, когда куда-то устраиваетесь, конечно же, смотрите, чтобы у вас зубила были не отколоты, молотки края не отколоты, молоток по молотку не бить, это я уже не буду рассказывать. Это уже каждый должен сам знать. Что касается средства защиты, да? Вот так вот покажу, у меня попросили поближе показать рисунок. Вот такой вот он. Недалеко в предыдущих уроках мы как раз красили, наносили этот рисунок, рассуждали, чем лучше работать. Ну и продолжим. Что я еще хотел сказать? Как бы я называю в своих передачах, да, то, что я делаю, уроки. На самом деле это не уроки, это просто я показываю людям, как делаю я, да. Что-то я, может, делаю не так, как другие. Что-то я делаю, может быть, не так, как по технологии. Я технология тоже часто отхожу от современной технологии, не от той, которая была раньше. Поэтому некоторые способы у меня есть дедовские, но которые работают. Старый конь борозды не портит. Много, хотелось бы немножко отличься от темы. Много меня спрашивают, Олег, расскажите, как же мне не наколоться, чтобы не купить хреновую машину. Ну, да, там, крашена она, не покрашена. Какой выбрать? Есть замечательный канал, который мы создали с Загиром. Загир живет во Франции. Сам он родом из Дагестана. Отличный, такой горячий парень, да. Интересно рассказывает, молодец. Занимается он перекупкой автомобилей. Сразу скажу, он, как это сказать, не черный перекуп, нормальный перекуп. То есть, старается довести до сведений, как же не попасть в неприятную историю. Это, как, то есть, двойники машины, да, какие-то там непонятки с документами, какие-то неисправности машины. То есть, Загир только развивает свой канал. И, я думаю, на развитии канала очень интересно будет вам наблюдать за каналом, так как канал развивается, и темы постепенно вы сможете от начала и до конца смотреть. Если вы у меня смотрите темы, и вам тяжело сейчас искать, если вы не разбираетесь, как искать по плейлистам, да, то у Загира именно по этой теме, по выбору автомобиля, вы, вот его канал, подписывайтесь на канал, следите за его каналом. У Загира вы можете посмотреть, как это все сделать. Преподносит материалом хорошо, старается, постоянно спрашивает, как поправить канал. Я даже уже смотрю, он начал, ему это нравится, он сам начал втыкать уже в это, да. Он уже живет Ютубом, потому что в 2 часа ночи, в 3 часа ночи я его вижу на Ютубе. И, то есть, отдает все силы на это, так что просьба его поддержать, то есть, делать адекватные комменты. Если вам не нравится, просто не смотрите, никто руки не ломает. И еще с одним каналом хочу вас познакомить, это, конечно же, дядько Сашко. Всякое у вас может случиться в гараже, могут на болгарке щетки сломаться, могут заклинить машинку, да. Немножко отвлекли. Андрей Кобрин, это ты как раз звонил. Ну, так может всякое случиться, да, может сломаться машинка, может сломаться какое-то оборудование, может тяжело запускаться компрессор, может быть что-то, что-то с чем-то, да, случится. Пожалуйста, подпишитесь на канал Александра, и Саша вам расскажет, что и как сделать. То есть, все, у него много видео, как там что-то поремонтировать, какие-то плюсы, какие-то минусы в оборудовании, да. То есть, тоже можно сравнить, какие есть слабости в оборудовании, какое лучше купить, то есть, все это есть на этом канале. На моем канале много объединилось людей по интересам, именно по этим темам, и можно выбрать какой-то интересный канал. каналов много, смотреть есть что, есть чему поучиться, так что как-то так. Ну, и еще одна новость. Новость, как говорится, приятная. Вчера один из подписчиков мне дал ссылочку на краски, да, вот эти вот кэнди-краски интересные там, ну, всякие интересные краски, их много. И я связался с ребятами, ребята сейчас делают свой сайт, там немножко у них притормозилось дело, но делают. И я договорился, ребята сами находятся в Минске, и я договорился с ними, что они будут нам на обзорчике поставлять такие красочки, которые мы с вами будем испытывать и красить. Кстати, хамелеон там тоже будет, так что очень интересно. То есть, проведем мы с ребятами эту гидачку, то есть, они расскажут о своей фирме, они с братом занимаются, да, будет интересно, и много будет интересных покрасочек. Ну, самая важная новость не эта, а то, что вот этот цикл, который в данный момент вы смотрите, как начать с нуля, да, тоже по одного из подписчиков, как бы такой просьбе, ну, я тоже об этом думал, то мы будем вести, наверное, поэтапно. То есть, вот начали мы с инструментов, потом начнем какую-то легкую работу, да, и будем добавлять потихонечку в этот цикл передачи, чтобы в этой папке все было поэтапно, с каких-то работ там. Конечно, там по шпакт легкий я вам не буду рассказывать ее химические составы и формулы, и засирать вам мозг выносить, да, потому что, если честно, я сам не химик, и я не знаю, там эти составы все. Я буду просто рассказывать, для чего служит, какой лучше работать, как лучше наложить, какие первые слои, какие вторые, почему первые, почему вторые, все это будет. Это уже есть, как бы, в уроках, да, но это надо искать. А здесь у вас уже будет отдельная папка, это именно для новичков, по которой вы и сможете поэтапно, по номерам видео, идти потихонечку и внимать. Впереди зима, поэтому это самое время подучиться, а весной уже начать свое дело. И я думаю, до весны вы уже обретете какой-то необходимый навык, который поможет вам в дальнейшем. И поэтому эта папочка будет потихонечку дополняться. А в другие папки мы уже будем добавлять и покраски, и ремонты, и какие-то сложные ремонты, которые не относятся вот к этому поэтапу. То есть мы будем перескакивать. Если я тему буду перескакивать, то я ее буду ложить в те папки, которые уже существуют, которые просто надо дополнять. Как бы вот такая интересная немножко информация. Ну что, хотелось бы по компрессорам сказать. Так, вот немножко новостей я вам дал, да. Что мы сегодня усвоили? Средства защиты нужны обязательно, да. И по компрессорам. Какой компрессор выбрать для начала, да. Не советую вам, крайне не советую выбирать одноцилиндровый 24-литровый компрессор. Скорость у него там 206, по-моему. Почему я этого не советую? Потому что ремонтировать вы все равно будете. Даже если вы для интереса начнете, это дело втянет. И по мере того, как вы будете дальше продвигаться, этот компрессор будет мало. Да, одну-две детали можно покрасить с небольшими перерывами, но потом этого будет мало. И вам потребуется двухпоршневой компрессор со скоростью хотя бы 400 литров в секунду. В минуту. Тут тоже двойное такое, да. А двойное чего? То, что есть компрессоры на прямой передаче, есть компрессоры на ременной передаче. Я бы посоветовал брать на ременной передаче двухпоршневой со скоростью 360-400 литров в минуту. Ресивера хватит и 50-литровых. Кому 100, кому 50, не важно. У меня 70 литров. Которую мне предоставила фирма Альфаград. И почему? Потому что ременный, он меньше греется. Потому что у оборотов меньше. На прямом же очень большие обороты. И в ремонте прямой привод на компрессоре сложнее, чем на ременном. То есть, если вы будете брать, поднакопите, потерпите. Не покупайте одноцилиндровую, покупайте сразу двухпоршневой. Компрессор это будет ваш незаменимый друг, с которым вы будете дальше работать. Подключать будете какие-то воздушные инструменты, да. Ну и обязательно делайте влагоделитель К1. Это вы можете посмотреть в уроке, что нужно начинающему малеву. Необходимые ссылки я оставлю в описании под видео. Как-то так. То есть, и у Сашка на канале тоже там про компрессоры есть кое-что. И у меня на канале есть там. Тоже ссылочки я оставлю. Так что, как-то так. Вот такой вот сегодня небольшой новостной день. немножко информации. Немножко информации на будущее, что будет, да. Ну и думаю, наверное, в скором будущем может быть. Вот я у соседа возьму машинку и мы сделаем там. Мы там сделаем. Там у него дверечки немножко покоцаны. Работа несложная. То есть, там будет что объяснить, как для начала заниматься. То есть, будем так разбавлять. Немножко информации. Какой-то практический урок. Немножко информации, лекции, да. Практический урок. Будем вот так вот чередовать, чтобы вам не наскучила вот эта вот моя болтовня. Еще у многих, да, вот такое впечатление, кто хочет этим делом заниматься, это нужно призвание. Если у вас желание чисто сделать бизнес, на этом чисто заработать, я думаю, не стоит браться. Здесь очень много подводных камней, а именно связано не с тем, что этот труд очень нелегкий, этот труд очень тяжелый, я бы так сказал, да. Многое не получается, много косяков бывает. Если вы человек не сильно уравновешенный, лучше вам этим делом не заниматься. Потому что косяки будут, косяки будут по-любому. Просто надо не обращать на них внимания, а просто исправлять их, мотать на будущее. То есть это несомненный плюс. Каждый минус в работе, да, каждый недочет в оконцовке двигает вас к вашему профессионализму. Если вы сделали косяк, да, не на слух, а вы сами его сделали, и сами вы его исправили, то вы будете знать, как его исправить, вы будете знать, как себя ведет материал, а это несомненно плюс. Любые трудные ситуации, они всегда идут в плюс. Надо просто думать с этой стороны, а не с той стороны. Ой, какой же я косячный. Исправили, сделали, приобрели опыт. Опыт сын ошибок трудных. Так-то так. На сегодня, наверное, закончим. Не буду сильно растягивать передачи. Ну и ждите, ждите. Будет информации много. Будут и... Каждой мелочи уделим внимание. Пишите свои пожелания. О чем бы вы хотели узнать. И... То есть будем продвигать эту тему. Будем заполнять эту папку, этот цикл. Несомненно, он будет интересен. Ну, а передача скоро пойдет. Все тем же ходом. Будем мы испытывать и новые краски. Будут у нас и практических много видео, да. Просто сейчас немножко... Деда лежа, отдыхает. Немножко отдохнет. И снова вперед. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, что-то полезное вы все-таки почерпнули, да. И в дальнейшем будете полезную информацию черпать. Я постараюсь это все сделать. Так что следите за каналом, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Это способствует к дальнейшему желанию работать, да. То есть это один клик сделать несложно. Следите за каналом, участвуйте в комментариях. Но оно просто шоу, как всегда. Онегдад. Алло, алло, это психбольница? Да. Там, да, в конце, да? У меня машину угнали. Так это не вам. Это вам вернее не к нам. Это вам в милицию надо звонить. Да вы понимаете, угнали из Запорожья с 83-го года выпуска. Такая анекдота. Ну и хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого. Никогда не унывайте. Всякое бывает в жизни. И взлеты, и падения. Но всегда надо оставаться человеком. Никогда не надо опускать руки. Надо двигаться вперед. Вот и все. Врагов поменьше. Друзей побольше. Ну и конечно же добра. И бабла. Правильно.